МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Советском Союзе созданием боевых самолетов с вертикальным взлетом и посадкой занималось только одно конструкторское бюро – Александра Яковлева. Сегодня вы узнаете о Яке-141 – уникальной боевой машине, равной которой в мире нет. После появления штурмовика ЯК-38, способного взлетать и садиться вертикально, советские военные эксперты признали некоторые преимущества новой машины перед самолетами с традиционным горизонтальным взлетом и посадкой. Однако существовал один серьезный недостаток, который ставил под вопрос саму идею дальнейшего развития боевой авиации в этом направлении. Наступила эра сверхзвуковых скоростей. А ЯК-38 не смог даже достичь скорости звука. Машина проигрывала и в таких важных показателях, как маневренность и полезная нагрузка, то есть способность взять на борт то или иное количество вооружения. Многие ведущие авиастроительные державы мира, например, Франция и Германия, в итоге отказались от серийного производства самолетов с вертикальным взлетом и посадкой. США и Великобритания, выделив гигантские средства на исследование в этой области, так и не достигли серьезных результатов. Одна из ведущих американских авиационных фирм Rockwell, потратив на разработку сверхзвукового самолета с вертикальным взлетом и посадкой 300 миллионов долларов, прекратила разработки. Некоторые эксперты стали утверждать, что все это направление было ошибочным, и машины такого класса никогда не достигнут уровня летно-тактических характеристик современных сверхзвуковых истребителей. К созданию сверхзвукового вертикально взлетающего самолета-истребителя, предназначенного для обороны авианесущих кораблей от атак с воздуха, в конструкторском бюро Яковлева приступили в 1974 году. Работы велись с учетом опыта, полученного при проектировании и эксплуатации палубного штурмовика Як-38. Новый проект получил обозначение Як-41. Судьба машины складывалась трудно с первых же дней работы. Одна за другой принимались и отвергались всевозможные аэродинамические и компоновочные схемы. Наконец, была выбрана схема с комбинированной силовой установкой, но ее разработка и испытания затягивались. Затем командование военно-морского флота изменило требования к машине. Перед корабельной авиацией ставились новые задачи. Если первоначально самолет был заложен только как истребитель, задача которого была охранять корабельные соединения, доходящиеся в океане, то, в конце концов, когда самолет был создан, он уже имел облик многофункционального самолета, способного работать, как по целям, находящимся в воздухе, так же уничтожать цели противника, находящиеся на земле и на море. Обычно такие задачи решали три разных типа самолетов. Конструкторам предстояло, выражая словами поэта, впрячь в одну телегу коня и трепетную лань. Мешали разработке и другие проблемы. Смерть в 1984 году министра обороны СССР Дмитрия Устинова, активного сторонника разработки самолетов с вертикальным взлетом и посадкой, уход на пенсию генерального конструктора Александра Якулева, начавшаяся в стране перестройка, все это самым негативным образом отразилось на судьбе новой машины. К чести инженеров, работу над уникальным проектом они не прерывали. Всего в АКБ Яковлева было построено четыре опытных самолета, получивших новый индекс ЯК-141. 9 марта 1987 года ЯК-141 впервые поднялся в небо, совершив горизонтальный взлет и посадку. Еще два года шли испытания свободного висения машины в воздухе и переходных режимов полета. 13 июня 1990 года многоцелевой истребитель совершил полет по полному профилю с вертикальным взлетом и посадкой. Волю судьб мне довелось поднять впервые эту машину в воздух и провести большой объем испытаний на ней. Синицын Андрей Александрович, герой Российской Федерации, летчик-испытатель. Родился 14 июня 1949 года. Летал в Центральном аэроклубе «Тушино». Окончил Московский авиационный институт, школу летчиков-испытателей. Шеф-пилот ОКБ Яковлева. Выполнил первый полет по самолетному и полному профилю. Провел испытания сверхзвукового многоцелевого боевого самолета короткого и вертикального взлета и посадки ЯК-141. Всего освоил около 50 типов самолетов, среди которых МИГ-15, МИГ-21, ЯК-38, ЯК-141, МИГ-29, СУ-27. Надо вам сказать, что, конечно же, мне было немножечко попроще работать, поскольку методика испытаний вертикальных самолетов была отработана до меня на машинах 36-38. И поэтому в определенном смысле я шел по протаренной дорожке. С другой стороны, 41-я машина обладала морем всяческих новшеств, и в этом плане были свои сложности. Но в любом случае я получил огромное удовольствие от работы с этой машиной, потому что ее потенциальные возможности до конца мы так и не раскрыли. К сожалению, работы были остановлены. В процессе создания и во время испытаний самолета удалось решить несколько серьезных задач. Была создана система защиты двигателей. Конструкторы предусмотрели возможность изменять вектор тяги прямо в воздухе, полностью автоматизировали процесс вертикального или укороченного взлета и посадки. Это особенно важно при полетах с палубы корабля, находящегося в движении. Летчики-испытатели полностью отработали подъемы и посадки с палубы авианесущего корабля и с наземных аэродромов. Мы успели пройти огромное количество полетов на весенне, по полному профилю. Машина вышла на сверхзвук. И в заключении всех работ мы провели небольшой этап испытаний с корабля, где машина подтвердила свои уникальнейшие возможности, в том числе такого автономного базирования. В сравнении со своим предшественником Яком-38, а также боевыми самолетами с горизонтальным взлетом и посадкой, новая машина имеет несколько существенных плюсов. Так, на взлет эскадрильи Як-141 требуется времени в 4 раза меньше, чем сухим или мигом. Яковлевский истребитель обладает повышенной живучестью. Это обеспечивается скрытностью его базирования. За счет возможности расположения в непосредственной близости к фронту значительно сократилось время реагирования авиации на вызовы частей и подразделений сухопутных войск. Уникальнейшая особенность машины в том, что она может базироваться как на авианесущих кораблях военно-морского флота, так и на судах, не имеющих полетной палубы. Як-141 – сверхзвуковой многоцелевой самолет вертикального взлета и посадки. Длина – 18,3 метра. Размах крыла – 10,1 метра. Максимальная взлетная масса – 19,5 тонн. Максимальная скорость – 1800 км в час. Максимальная дальность полета – 2100 км. Практический потолок – 15 тысяч метров. Вооружение – скорострельная авиапушка калибра 30 мм. Управляемые ракеты, неуправляемые ракеты, бомбы. В апреле 1991 года летчик-испытатель ОКБ Яковлева Андрей Синицын на самолете Як-141 установил 12 мировых рекордов в классе летательных аппаратов вертикального взлета и посадки с реактивной подъемной силой. Однако спустя полгода во время посадки на палубу тяжелого авианесущего крейсера разбилась одна из опытных машин. Пилот Якимов успешно катапультировался, но истребитель был потерян. Авария послужила поводом для того, чтобы заморозить проект. Но истинная причина состояла в том, что государство к концу существования Советского Союза вообще прекратило финансовую поддержку оборонной отрасли. Работы над Яком-141, значительно опережавшим аналогичные зарубежные проекты, долгое время были засекречены. Появление и демонстрационные полеты истребителя на международном авиасалоне Фарнборо в 1992 году вызвало фурор. Как писали местные журналисты, самолет потому привлек себе столько любопытных, что подобных ему на Западе просто не существует. Это единственный в мире сверхзвуковой самолет, способный выполнять вертикальный взлет, в то время как англичане и американцы все еще продолжают исследования в этой области. По натовской классификации самолет Як-141 получил кодовое обозначение «фристайл». Як-41, он опередил свое время как в техническом, так и в стратегическом плане. Конструктора в своих работах часто применяют метод проектирования от прототипа. Впервые за все время был за прототип принят американцами российский самолет, а именно самолет Як-41. Конструкторы КБ Яковлева при работе над этой машиной превзошли все самые смелые ожидания. По мнению аналитиков, Як-141 родился примерно на 25 лет раньше срока, поставленного на Западе для создания аналогичного истребителя. Принятие его на вооружение помешала изменившаяся обстановка в стране, приведшее к развалу СССР и прекращению создания авиационных комплексов новых поколений. Як-141 не пошел в серийное производство. Машина ждет лучших времен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова